Привет, друзья! Надеюсь, что у вас настроение бодрое и, несмотря на какой-то смурь, предвесение, потому что на самом деле уже чувствуется, что пора просыпаться, хочется какой-то дополнительной энергии, не всегда есть где её черпать, поэтому мы готовы её вам каким-то образом предоставлять, потому что в нашей программе мы рассказываем про людей очень энергичных, успешных, молодых, которые ничего не боятся, которые, если не знают, что делать, делают шаг вперёд и делают его, как правило, в нужном направлении. Это история молодого бизнеса, мы рассказываем вам про стартапы. Сегодня с нами вдоль компания, проект Vision Labs, Александр Ханин, основатель проекта, и Алексей Нихаев, исполнительный директор. Привет! Добрый день! Расскажите, чем занимается Vision Labs? Судя по названию, это что-то связанное со взглядом, с видением. Да, совершенно верно. Компания занимается компьютерным зрением. Это наука, которая позволяет автоматически извлекать из видео, которого в нашем современном мире очень много, полезную информацию, и делать какие-то выводы, помогать человеку. То есть делать рутинную работу легче, повышать комфорт и безопасность жизни людей. Каким образом это происходит? Кто извлекает эту информацию? Извлекают наши алгоритмы, то есть наши ноу-хау, которые основаны на достижениях наших ученых, нас, и они позволяют в реальном времени, то есть очень быстро, анализировать колоссальные объемы данных, например, находить лица людей, сравнивать их со списками. Возможно, этот человек из черного списка, ему нельзя входить в определенное помещение, или он уже раньше засветился в каких-то финансовых аферах. Поэтому алгоритмы могут подсказывать людям о том, что такой человек появился, нужно предпринять какие-то действия. То есть есть обычные камеры, но не обычный софт для этих камер, да? Или как? Или камеры тоже особенные, которые смотрят в мир? Камеры самые обычные. Камеры очень много сейчас, и с нашей стороны было бы неправильно советовать всем покупать специальные камеры, переоснащать, старые убирать. Поэтому мы предложили софт, программы, они уникальны в своем роде, работают с самым массовым оборудованием, но при этом дают профессиональный результат. То есть в этом и основа нашего ноу-хау, в этом и идея нашего бизнеса. А где, ну я так поняла, что это очень полезный такой дружок в различных системах безопасности, да, на каких-то контролях, секьюрити-контролях, там, я не знаю, начиная от компаний и заводов, заканчивая аэропортами и вокзалами, а может быть даже и, там, я не знаю, границей международной. Где еще можно использовать ваши технологии? Ну, так как мы молодой стартап, мы изначально понимали, что рынок безопасности, он уже переполнен различными решениями и технологиями, поэтому мы сделали свой основной фокус именно на бизнес-приложении. И мы свои решения как раз предлагаем для, там, розничных банков, к примеру, но не в разрезе безопасности, а в разрезе улучшения качества обслуживания, ускорения процесса обслуживания, ускорения кредитного конвейера, таким образом, чтобы клиент, приходя в банк, получал первичную идентификацию через его визуальный образ и получал более быстрый и клиентоориентированный подход. Ух ты! Слушайте, но, то есть, правильно ли я понимаю, что если раньше тебе надо было предоставить кучу справок с работы, там, этих два НДФЛов, там, чуть ли не из психушки и прочее-прочее, и, там, я не знаю, семейное положение и всякие другие о себе данные, то здесь на тебя смотрит камера и уже все это рассказывает о тебе, значит, там, не знаю, банковскому клерку, менеджеру. Ну, мы оперируем вероятностью, да, мы говорим о том, что мы с очень высокой долей вероятности опознаем этого человека снова. Для того, чтобы его точно идентифицировать, безусловно, ему нужно показать какой-то еще свой паспорт, ну, да, понятно. А дальше вся база этого человека, а все, что об этом человеке известно, становится возможным к прочтению? Дальше нет, это не, нет, как раз здесь идея в том, что дальше система бизнес-аналитики банка, они поднимают эту информацию о клиенте и строят дерево предложений, например, да, то есть, если человек, там, в прошлом году приобретал какие-то вещи, брал кредит на какие-то, там, дорогие покупки, может быть, ему, там, следует предложить, там, более высокий, там, класс обслуживания, там, либо какие-то новые банковские продукты. Слушайте, нет, ну, я просто как потребитель думаю, нифига себе, я прихожу, и про меня все знают, может быть, у меня там какие-то грехи. Десять лет назад не закрытый кредит, или мало ли там чего, или там, я на самом деле не работаю там, где я работаю, или я фрилансер, а мне друг сделал справку 2НДФЛ со своей компанией, теперь этот номер не пройдет? Возможно. То есть, на самом деле, с одной стороны, это делает гораздо более простым и прозрачным работу банка, а с другой стороны, клиенту придется быть честнее. Ну, смотрите, если вы фрилансер, но вы хорошо обслуживали свой кредит, здесь у банка нет задачи ограничить людей, которые не приносят эти справки, да, у банка есть задача ограничить людей, которые не возвращают кредиты, поэтому, наоборот, фрилансер – это человек из той категории потребителей, который достаточно щепетильно там относится к своей кредитной истории и возвращает деньги, поэтому фрилансеры как раз примут с удовольствием и дадут ему кредит просто. Меняется сам подход и философия клиентского обслуживания. То есть, почему берутся эти справки? Справки берутся не для того, чтобы получить бумажку, а для того, чтобы обезопасить, ну, то есть, снизить риски невозврата, да, вводя новые технологии в этот процесс, мы позволяем изменить философию и сделать ее более клиентоориентированной. То есть, мы рассматриваем человека как основную персону, а не те справки, которые он приносит, как вы говорите, которые можно там также легко подделать. А вот еще интересно, откуда, в принципе, эта сумма информации берется? Получается, что ваш софт имеет доступ к банковским базам общим или каким образом вы столько знаете про нас? Мы извлекаем информацию из лица человека, а вся информация, она хранится не у нас. Мы работаем с обезличенными данными, мы не знаем фамилию человека, где он родился, когда. Это все знает банк, и эта информация давно известна. Мы лишь помогаем быстрее эту информацию поднять и помогаем, например, контролировать все регламенты обслуживания клиентов. Зачастую, наверное, мы сталкиваемся с тем, что где-нибудь есть очередь, где-нибудь сотрудники нас хорошо обслуживают, а в другом отделении, например, того же банка, медленнее. Наша технология позволяет контролировать работу сотрудников, соблюдать все регламенты, и тем самым у нас повышается скорость обслуживания клиентов. То есть это становится комфортнее не только для банков в экономическом плане, но и для каждого из нас. Само собой. Но вот мне все-таки интересно, если я, например, брала кредит в Райфайзен банке, а теперь пришла в Сбер, откуда у Сбера информация про мою кредитную историю в Райфайзен? На рынке существуют такие организации, которые называются бюро кредитных историй. Каждый банк пользуется услугами такой организации, и в этих организациях есть огромные базы данных, десятки миллионов анкет всех людей, которые когда-либо брали кредиты. Оттуда берутся все данные, то есть банки обмениваются такой информацией. Кроме как в банковской сфере, где еще технологии Vision Labs можно успешно применять? Ну, например, можно использовать технологии те же с распознаванием лиц. Вот у нас сейчас как раз идет проект. Например, руководители организаций могут знать, где и как долго находятся их сотрудники. То есть представьте, что у вас большой офис, люди ходят по коридорам, в какой-то одной зоне, в другой зоне. И, например, можно в любой момент посмотреть, выбрать человека из списка и узнать, где он сейчас находится. То есть это, в принципе, подходит и для контроля безопасности на производстве. Это и контроль рабочего времени, чтобы люди не гуляли, не гурили половину рабочего времени, а выполняли свои задачи. А эта идея, собственно, была подчеркнута в детской литературе. То есть помните Гарри Поттера? Вот у него была магическая карта, когда он смотрел, где находятся его друзья. Вот, иди сюда, отсюда. Слушайте, ну Гарри Поттер, у него был плащ-невидимка, и сам он всегда мог сныкаться. Как-то немножко. У меня, конечно, такое двойственное отношение. Я понимаю, что мир меняется, технология развивается. В любом случае, ты уже никогда не будешь инкогнито здесь. И все про тебя известно, даже если ты не сидишь в социальных сетях и пользуешься телефоном Nokia 3210, в котором нет вообще никакого GPS. Но, с другой стороны, как-то стрёмно, когда за тобой все время наблюдают и контролируют твое рабочее время. Очень интересно. Vision Labs у нас сегодня в доле. Продолжим разговор после новостей. Оставайтесь с нами на финале. Сегодня с нами в доле проект Vision Labs, которому два года. Основатель проекта Александр Ханин и исполнительный директор Алексей Нихаев. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы оказались в этой деятельности, где вы научились делать визуальные технологии, где вы учились, откуда вы вообще родом? Я родом из Ставропольского края, из небольшого города Невиномыск. В 2005 году поступил в Бауманку на кафедру робототехника. Очень хотел заниматься робототехникой, потому что до этого в школе учился в гуманитарном классе. Надоело учить наизусть огромные произведения, писать каждую неделю сочинения, поэтому кардинально поменял деятельность. Как это вас угораздило, учаясь в гуманитарном классе, поступить в Бауманку? Это же не так просто. Главное желание. То есть все время учебы в гуманитарном классе вы подавляли свои математические способности, а потом дали им волю? Они внезапно открылись. Ничего себе. Было огромное желание. Поступил на робототехнику, закончил с красным дипломом, сейчас в аспирантуре и на четверть ставки преподаю компьютерное зрение курс. Здорово. А в какой момент, а почему же вы тогда от роботов отказались? Такой романтический, мне кажется, вообще юношеский даже, юношеская мечта. Вот вырасту, раньше вырасту в космос, полечу, а сейчас вырасту, придумаю робота-друга. На самом деле от роботов совсем не отказались, потому что все знают, что люди давно научились создавать роботов, они летают, плавают, бегают, но... Но в кино всегда круче роботы, чем в реальности почему-то. Да, ожидание превосходит реальность. Но все они управляются человеком, то есть нет роботов, которые действительно обладают искусственным интеллектом, и, учась в Бауманке, пришло такое стойкое понимание, что как раз-таки узкое место это отсутствие зрения роботов. Ученые доказали, что больше 80% информации о мире человек получает с помощью зрительного канала. Поэтому это узкое место, которое мы решаем эту задачу. То есть просто на старших курсах начал специализироваться на зрении роботов, и с учетом того, что роботы в основном в России военного назначения, посмотрели на коммерческий сегмент. Начали с автомобильных номеров, потом продолжили с распознаванием лиц. Сейчас у нас на подходе технология распознавания действий и поведения людей. Но все это можно использовать и в роботах. То есть номера нужны для того, чтобы роботы могли читать. Лица распознавать. Им тоже очень важно, чтобы узнавать, например, своего хозяина, взаимодействовать с людьми, стать частью социума. А действия важно понимать для того, чтобы давать адекватную обратную связь. То есть если человек протянул руку, нужно, наверное, пожать ее. Как пример. Мне очень интересно, а почему вы остались преподавать в ВУЗе? Это же, так я понимаю, вроде общественной нагрузки что-то. У тебя были на полставки. это вряд ли там приносит какие-то серьезные дивиденды в бюджет, да, и у вас есть бизнес, и куча времени, наверное, на него уходит. Все равно вы время уделяете студентам. На самом деле очень важно быть всегда подготовленным, знать свой предмет, то есть то, чем мы занимаемся в бизнесе. А преподавание позволяет всегда находиться в тонусе, потому что, то есть ты не имеешь морального права быть неподготовленным, то есть не знать современных тенденций, поэтому преподавание, тем более в таком известном, уважаемом ВУЗе, то есть обязывает там держать планку высокую, и это же помогает в бизнесе. Тем более мы несем наше современное видение студентам. Студенты отвечают взаимностью, и некоторые приходят к нам на стажировки. И остаются работать? Да, бывает и такое. А вы? Москвич? Да, я москвич. На самом деле я познакомился с Александром, когда учился в Московской школе управления Сколково, и вот увидев задорный блеск в его глазах, я понял, что этот человек верит действительно в то, что он делает, и мы решили с ним попробовать просто сделать студенческий проект, который также и назвали Vision Labs. Он был достаточно успешным для окончания этой школы, а дальше уже просто само пришло понимание, чем ты дальше будешь заниматься. Я понял, что я буду заниматься именно этим проектом, я закончил предыдущую работу, и вот все свои силы и время трачу исключительно для этого проекта. Но я так понимаю, что у вас финансовое образование, экономическое, нет? Ну, Московское школа управления, я получил Executive MBA, а до этого у меня два высших, это Московский авиационный, разработка бортовых учительных систем и экономика. То есть, ну, в принципе, наука вам тоже не совсем чужна? Да, конечно, конечно, да. Я очень любил детство клеить самолетики, вот, потом в институте я учился всякие умные приборчики встраивать в ограниченные объемы, вот, и, в принципе, конечно, эта тема для очень близка. А почему все-таки вас так вдохновила идея вот с этим, с бизнесом компьютерного зрения? Что вот в ней такого, для вас оказалось там, не знаю, и концептуального, и, может быть, в вопросе бизнес-плана, что вы бросили все, чем занимались до сих пор, Леша, и погрузились целиком в Vision Labs? Ну, во-первых, как вы правильно заметили в начале разговора, человечество стоит на эпохе больших перемен, точнее, на рубеже больших перемен. И быть причастным к этим изменениям, это драйв, который не сравнить ни с чем. Можно покататься на лыжах, можно прыгнуть с парашютом, можно заниматься всем чем угодно, но такого драйва ты не получаешь, когда ты реально вносишь изменения в жизнь, которые будут отражаться в поведении и в стиле жизни твоих детей. Это очень важно, то есть для меня. Поэтому для меня это такой проект, наполненный в философии, да, именно жизни, да, изменения. Но с точки зрения бизнеса, этот проект тоже имеет реальные перспективы. Безусловно. И, собственно, я свою роль в этом проекте как раз вижу в том, чтобы те технологии, которые мы разрабатываем, они нашли именно свое бизнес применения. Именно поэтому мы не занимаемся безопасностью напрямую, но, тем не менее, конечно, косвенно мы ее касаемся. Но мы ищем именно коммерческое применение, именно бизнес применения наших технологий в реальной жизни для того, чтобы сделать жизнь уже сейчас лучше. Но имеем большую звезду, именно робототехника, когда мы научим этих роботов видеть мир своими глазами и быть нашими помощниками, друзьями. И это кардинально изменит тот образ жизни, который мы сейчас имеем. И это действительно очень сильно драйвит, это заводит. Я уверена, что наши слушатели захотят о чем-то вас спросить или как-то откомментировать нашу беседу. 65 10 99 6, московский телефон, звоните. Еще есть сайт финам.фм, заходите на страничку программы вдоль. Наверняка у вас к Александру и Алексею уже накопились какие-то интересные вопросы. У меня вопрос такой, ну, вот вопрос улучшения жизни нас и наших детей. Это же такая философская абсолютно история. С одной стороны, нам станет жить удобнее, комфортнее и проще. А с другой стороны, мы все выросли на антиутопиях, в которых роботы, наделенные искусственным интеллектом, рано или поздно становятся самостоятельными и начинают нас уничтожать. Руководствуетесь ли вы законами Айзека Азимова? Три закона робототехники. И вообще, как люди, которые все-таки занимаетесь фантастикой в реальности, то есть делаете фантастику реальностью, волнует ли вас этот вопрос? Возможно ли это вообще, чтобы искусственный интеллект сошел с ума и взбунтовался? Ну, возможно, во-первых, все. Другой вопрос, что если это происходит контролируемо, и человек же использует ядерные реакторы, хотя это тоже достаточно нетривиальная вещь и при неправильном вращении становится очень опасной. Например, мой любимый фильм, там, «Терминатор-2», да, то есть там есть робот хороший, а есть робот плохой. Ну, плохой более продвинутый. Но, тем не менее, хороший робот вместе с человеком, они все-таки имеют больше потенциал там для развития, для жизни, чем просто один плохой робот-одиночка. Мы понимаем, что человечество именно движется в этом направлении, и этот процесс не остановить. И для себя я нашел ответ очень простой. То есть если это будет, то лучше это сделаю я со своими людьми, со своей командой, со своими друзьями, в которых я верю и в которых не сомневаюсь, нежели чем буду ждать, пока это сделает кто-то другой за меня. Когда Саша сказал, мы начали с автомобильных номеров, я думаю, кто-то из наших слушателей подумал, а вот кто виноват в том, что мне все время приходят штрафы за превышение скорости. Но на самом деле, разумеется, виноваты те, кто скорость превышает. С другой стороны, повторюсь, я много лет работаю на радио, и когда-то я работала на одной радиостанции, которая как раз стала внедрять новые технологии, и одна из первых вышла в интернет с видео. И я помню это ощущение своего глубокого дискомфорта от того, что я работаю всю жизнь голосом, я знаю, что меня не видно, я могу что угодно делать и как угодно себя в студии вести, ковырять в носу, положить ноги на стол и пить чай в промежутках между своими выходами в эфир. А теперь я все время как мушка на булавке, меня видно и людям в интернете, и моему начальству. Я вообще не имею права ни на какое вольное поведение. Сейчас к этому уже более-менее мы привыкли, но все равно вот это вот сознание того, что ты все время на прицеле, что за тобой все время наблюдают, это не очень комфортно. У вас самих получается с этим справляться? Да, у нас, безусловно, получается с этим справляться. Это часть нашей профессии. Вас не смущает то, что теперь вот ты идешь по улице, и ты приходишь в банк, и твое лицо уже несется кучу информации о тебе, и даже то, что ты, может быть, хотел бы спрятать, теперь уже фиг спрячешь. И дальше только больше будет, не только с банками это будет. Это будет совсем, я не знаю, ты больше нигде не соврешь, нигде не, не знаю, там. В конце концов, мы все хотим быть немножко лучшими и большими, чем мы есть на самом деле. Не знаю, люди врут про свой вес, рост и возраст даже в интернете, а теперь, получается, с вашими технологиями придется быть предельно искренним. Люди всегда боятся что-то нового и неизвестного, и поэтому их всегда страшит, и как раз вот эти страшилки с роботами-убийцами находят наибольший отклик в их душах. Но это не так. Это не так. Продолжим разговор об этом. Оставайтесь с нами вдоль и звоните 65 10 99 6. Сегодня с нами вдоль и проект Vision Labs. Александр Ханин и Алексей Нехаев. Люди, которые стоят на пороге визуальной революции, когда все, что ты делаешь, все, как ты живешь, можно будет узнать, только посмотрев на твое лицо. И даже не зная, как тебя зовут, поэтому лицо определить вообще всю твою жизнедеятельность. Мне вспоминается фильм «Секреты ее молодости». Помните, с Гурченко, где была дама, которой было неизвестно сколько лет, и она пила какой-то эликсир, и, в общем, то ли она была с египетских времен уже жива, и там, то ли, ну, все равно, в любом случае, она была очень-очень и очень древней, но при этом прекрасно выглядела. Вот с вашими технологиями эта дама бы загнулась, потому что она бы не смогла скрывать свой истинный возраст, и вся интрига вокруг нее рассыпалась бы, и никто бы в нее не влюблялся. Но скажите, пожалуйста, ну как нам теперь с этим совсем жить-то дальше? Как мы будем жить, когда все про нас будет всем известно? А, Саш? И про вас тоже? Ну, на самом деле, как Алексей сказал, процесс этот не остановить, и мы руководствуемся простым принципом, что если нам нечего скрывать, если нам нечего бояться, то почему нет, если это делает нашу жизнь легче, безопаснее, продвинутее? Слушайте, ну, людям всегда есть что скрывать. Извините, что я вас от бизнес-аспектов увожу в какие-то более человеческие вопросы, но мне самой дико интересно. Мужчины изменяют женам. Это просто, ну, я не знаю, 90%, к сожалению, пар через это проходит. Если ваши технологии будут таким образом развиваться, то тогда и в этом придется им быть честным? Нет, ну, мир изменится, на самом деле, и он изменится даже фундаментально, даже не с точки зрения технологии, а с точки зрения возраста человека. Если вы обратите внимание, то средний возраст, средняя продолжительность жизни людей, она увеличивается. Сейчас она увеличилась примерно на максимальном, в развитых странах, примерно до максимального уровня и не растет по одной простой причине, что физическое старение органов, оно не позволяет человеку жить дольше, чем он сейчас живет. Новые технологии, которые там позволят печатать твою печень либо твои любимые органы из твоего ДНК, там на 3D принтере... Они уже есть. Они уже есть, да, они уже существуют, позволят просто человеку приезжать в больницу, как на ТО, менять орган и дальше продолжать функционировать и жить. Поэтому средний возраст человека будет там 120-130 лет. И наши дети там будут уже жить до 90, да, либо дети наших детей уже будут жить вот в этом возрасте. То есть два поколения, и человечество уже будет жить в совершенно другом мире. Безусловно, изменится институт семьи. То есть это уже будет не так страшно, да, там измена либо неизмена. У тебя будет 3, как минимум, брака на протяжении твоей жизни. Ну, потому что такой длительный процесс времени, он заставит тебя делать все новые и новые, какие-то вещи, свершения. Поэтому основная... То есть наша... Слушайте, если бы я была на месте вашей жены, я бы сейчас руки в боки бы поставила. Нифига себе план он себе заложил. Нет, я не про себя, я про все человечество. То есть все-таки мы стремимся к максимальному слиянию с технологиями, да? Технологии позволят человеку освободиться от рутины и сконцентрироваться на той профессии, на том деле, которое он делает. И позволят ему делать это лучше всех. То есть наших детей будут воспитывать роботы, наши автомобили будут парковать роботы, нашей кухней будут управлять роботы, да? Да, и будут делать нам правильную еду, которая будет сохранять наше здоровье, увеличивать наш жизненный цикл. Да, я думаю, что с точки зрения этической, я уж не говорю про религиозно-философскую, найдется огромное количество вопросов ко всей этой ситуации. А потом, с другой стороны, мир же очень сильно разделен, на самом деле, очень сильно дифференцирован. Где-то у людей еще нет возможности воду чистую иметь, и где-то у людей нет электричества. Даже у нас в стране. Я вот была на Альхоне, там электричество провели в 2005 году. До этого люди жили просто там, не знаю, с керосинками и с этими дизельными генераторами, да? Не усугубит ли вообще вот это развитие таких ярких технологий, эту пропасть между миром, условно цивилизованным, и теми, кто живет, не знаю, в пустынях, сельвах, джунглях. Ну, вы же уже сказали, что мир уже разделен, поэтому это будет возможность тем странам, которые не успели развиться за этот промежуток времени, перейти на новые технологии и догнать развивающиеся страны. Например, там, пример с мобильной телефонии, да, и простой телефонии. В 80-е, 90-е годы Америка и Европа были самыми телефонизированными странами. И это не позволило им сделать резкий скачок в мобильном сегменте. Быстрее всех росли рынки, развивающиеся Россия, Индия, Китай, которые просто перепрыгнули из одного времени в другое. То есть они прошли, помните, были проблемы спаренные телефоны. Даже в центре Москвы это же был нонсенс. Вот, когда появились мобильные телефоны, стационарная связь ушла в прошлое. Так же и здесь. То есть вопрос к правительствам, которые смотрят за развитием ситуации и делают свой шаг вкладываться в эту технологию, которая сейчас существует, либо использовать новые, которые позволят твоей стране перейти на новые качественные уровни развития. К вопросу правительства. Вы резиденты школы Сколково. Помогает ли вам каким-то образом государство? И, насколько я знаю, ваш проект был представлен на самых высоких верхах, да? Ну, здесь хотелось бы просто сделать маленькую пометку. Я выпускник Московской школы управления Сколково. Компания Vision Labs резидент инновационного центра Сколково. Это две разные вещи. Но в любом случае у вас есть некая поддержка там, ну, такая официальная, да? Государственная. Ведь инновационная школа Сколково это же детище нашего правительства. Ну, как сказать, то, что мы встречаемся с первыми людьми государства еще не означает, что... Что они дают вам денег. Да. Их, безусловно, интересуется, что мы делаем. Иногда их одобрение вот сейчас дороже гораздо любых грантов. Нет? Или все-таки неплохо было бы приложить пару миллионов? Ну, с точки зрения развития бизнеса, вот я что могу сказать? Вот очень много скепсиса слышно о том, что очень сложно делать бизнес в России, там высокие налоги, нет возможности там участвовать в каких-то конкурсах, контракт, там брать какие-то контракты. Ну, по-моему, это вот все такие песни от уныния. Если ты знаешь, что ты делаешь, если ты хочешь это делать, у тебя нет никаких ограничений на успех. То есть вот когда я встретил Александра, да, вот я, собственно, и увидел в его глазах именно тот тот самый кот, который у нас в Московской школе управления Сколково, он, собственно, и формируется. То есть ты можешь все. Вот. И в команде с такими же людьми у вас нету ограничений, да. То есть вы просто берете, чертите план и делаете то, что вы хотели сделать. Саша, а вы как оказались в Сколково? В Сколково я, на самом деле, начинал заниматься коммерческими делами как хобби, учащийся на старших курсах вуза. Организовал в Бауманке общественную организацию, Центр компьютерного зрения, и которая плавно перетекла в наше знакомство с Алексеем и с еще одним нашим партнером в Московской школе управления. И у нас уже собралась такая критическая масса умных людей. Мы поверили в свои силы, подали заявку в инновационный центр Сколково. Ее одобрили 10 мировых экспертов, независимых. То есть мы получили наглядное подтверждение, что выбранное нами направление, оно правильное и перспективное. И дальше создали компанию, сняли офис и полетели в космос. А вам пришлось какой-то стартовый капитал где-то добывать, чтобы все-таки снять офис, нанять каких-то сотрудников? Сколько у вас человек в команде? На данный момент у нас в штате 8 человек. Поначалу, безусловно, мы вкладывали в компанию. Это были собственные сбережения. В кредиты не влезали? В кредиты не влезали. То есть у нас была достаточно строгая финансовая дисциплина. Это нам позволило получать очень высокий КПД. То есть все сотрудники у нас удерживались, привлекались к команду не за высокие зарплаты. Просто мы находили людей, и они сами нас находили. Энтузиастов, да? Да, это настоящие энтузиасты. Это люди высшей лиги, которые каждый в одиночку готов изменить мир. А когда их собираются вместе, то здесь уже получается, что 1 плюс 1 это не 2, намного больше. А вы говорите, что у вас были встречи с первыми лицами государства. Вы представляли им свой проект? Да, мы представляли. Именно у Vision Labs была такая встреча, да? Да, то есть в прошлом году мы представляли свой проект президенту Владимиру Владимировичу и выступили с инициативой использовать свои наработки, например, в области распознавания лиц не только для бизнеса, не только для розничного кредитования, но и, например, для задач федеральной миграционной службы. Потому что очереди бывают не только в банках, они бывают и на постах паспортно-визового контроля. То есть когда нужно сканировать там не весь паспорт, не перепечатывать все данные, а только посмотреть на лицо человека и, например, уточнить, например, Сирию паспорта, то есть это существенно ускоряет процесс, меньше очередей. С другой стороны, так же, как отметил президент, что это может быть использовано для того, чтобы сохранить безвизовый режим со многими странами. Потому что, с одной стороны, у нас будет контроль, то есть сохранен и высокий уровень сервиса, и безопасность. С другой стороны, меньше бюрократии. Да, меньше бюрократии. 65, 10, 99, 6. У нас Алексей на линии. Здравствуйте. Алло. Да. Хотелось бы высказать свою точку зрения. Вот гостям я, честно говоря, не согласен. То есть технологии, это все замечательно, прогресс идет вперед, но здесь, как говорится, все хорошо в меру. И парковать машины, и автоматические какие-то вещи, это все замечательно, это поможет. Но вот, как известно стало, о разоблачениях Эдварда Сноудена, и то, что американское правительство ввело незаконную слежку за гражданами. Вот у меня по этому поводу вопрос гостям. Если ваш продукт будет использован государством в подобных целях, не будете ли вы жалеть о том, что произвели, так скажем, такой продукт, и не изменится ли у вас свое мнение о нем? Спасибо огромное. Спасибо. Да, ну вот хороший вопрос. Ведь действительно же, ну, как вы и говорите, атомный реактор может производить электричество, а может взорвать, а атомная бомба может снести там полземного шара. Отвечайте. Ну, это, наверное, будет мое личное мнение по поводу позиции Эдварда Сноудена. Конечно, с одной стороны, человек-идеалист и верит в защиту персональных данных и защиту личной информации, и это, безусловно, его позиция как человека. А с другой стороны, та организация, в которой он работал, ЛАНБ, она занимается не просто слежкой, да, за гражданами, она занимается безопасностью страны, она занимается слежкой за террористами и потенциальной угрозой, выявлением потенциальной угрозы и предотвращением случаев, которые могут привести к гибели мирного населения. Поэтому я скажу так, я был бы счастлив, если бы наши технологии позволили бы спасти жизни людей, наших граждан, и не только. Потому что я считаю, что все-таки ценность человеческой жизни, она превыше всего. У нас есть вопросы к вам еще из сайта и по телефону. Продолжим после новостей. Оставайтесь вдоль, с нами проект Vision Labs. Сегодня с нами вдоль проект Vision Labs, который занимается компьютерным зрением, зрением роботов. Александр Ханин, Алексей Нихаев. И как-то мы никак не можем удержаться в рамках бизнес-концепции. Мы все время переходим на вопрос общечеловеческий, потому что действительно у ребят такой бизнес, который совершает революцию в обществе, в общественном сознании. И вот завершая наш разговор, можете ли вы каким-то образом контролировать, чтобы ваши технологии, ваши достижения все-таки попадали в правильные руки. Потому что, да, классно, когда с помощью Vision Labs мы спасаем жизни людей и предотвращаем, например, теракты. Но с другой стороны, если это попадет в руки, как, собственно, и атомная энергия, каких-то дурных, плохих парней, это может нести катастрофические последствия иметь. может нести жертвы и разрушения. Так как мы создатели технологии, у нас нет никаких темных участков, пробелов, и у нас есть несколько эшелонов защиты технологии, поэтому даже похитив у нас часть или большую часть всего, все равно этим нельзя будет воспользоваться без нашего согласия. То есть мы владельцы, и мы управляем этим процессом. Ну, а как вы решаете, кому продать технологию, кому не продать? Вот это хорошие парни, это плохие. Сейчас вы еще этого не решаете, понятно, у вас компании всего два года, вы пока занимаетесь B2B достаточно такими прикладными вещами, но в будущем технологии будут таковы, что к вам придет кто-нибудь и скажет, я хочу вот какой-то черный риэлтор. С помощью ваших технологий и всех алкашей в Москве высадь из квартир. Ну, он вам этого не скажет, ну, вот может же такой человек воспользоваться в будущем гипотетически такой технологией, нет? Ну, для того, чтобы реализовать подобный проект, наверное, нужно иметь какую-то государственную волю. Все-таки. Поэтому здесь, наверное, должно преобладать все-таки какое-то самосознание и готовность людей к принятию той меры контроля, которая им обеспечивается. То есть эта дорога, она с двухсторонним движением. Если ты сейчас ведешь тотальный контроль, то все, конечно, скажут, что мы живем в полицейском государстве и я сам не захочу жить в такой ситуации. Но если человечество либо жители какой-то отдельной взятой страны проголосуют за такой выбор, то, безусловно, мы его дадим. Например, вчера жители Швейцарии проголосовали за введение код для иммигрантов. В России другая ситуация. В России сейчас находится в демографической яме и экономика не сможет развиваться без привлечения иммигрантов. Одной из ключевой задачи этого процесса является их интеграция в жизнь страны. Не отторжение, а именно такой дружественный интерфейс. И поэтому чем меньше мы будем устраивать бюрокартических препонов, например, теми же справками с очередями, которые только озлобляют человека, не только мигранта, но даже жителя страны, позволят ему просто приезжать в страну, в нашу страну, выполнять свою работу, заводить семью, становиться гражданином этой страны, изучать ее историю, любить ее. Давайте поговорим с Владимиром, давно уже ждет, 6510996. Здравствуйте. Владимир. Ввиду того, что работаю я дизайнером, прикоснулся я к новым технологиям довольно рано. и в принципе сейчас возможность есть любое лицо распечатать на 3D-принтере. Я довольно уверенно владею 3D-моделированием, могу это сделать даже лично. Зайти с ним к роботу и совершить преступление в принципе, теоретически. Ух ты. Тут любая технология, она имеет действительно две стороны. Спасибо большое. Можно и сетчатку глаза, даже глаз сейчас распечатать из ДНК и зайти в хранилище. В принципе, любая технология подразумевает и какую-то противотехнологию необходимо прорабатывать разные варианты защиты. Спасибо большое, Владимир. Прям отличный вопрос. Я говорю просто, пока вы слушали новости, я рассказывала ребятам о последнем романе Сорокина или может он уже не последний, ну последний, который я прочла, Телурия. И вот прям в Сорокинщину мы какой-то погружаемся. Но это ужасно интересно, действительно. Так или иначе, вам придется создавать какой-то отдел безопасности рано или поздно. Довольно рано, мне кажется, в ближайшее время, нет? С какой-то собственной безопасностью. На самом деле, Владимир задал отличный вопрос, действительно. Нам его задают часто. То есть, что сделать, если распечатать лицо человека на принтере или даже на 3D-принтере? Ответ очень простой. Фотография или голова манекена не моргает, она не проявляет никаких эмоций. Мы же работаем с видео, и это позволяет посмотреть, действительно ли человек живой, действительно ли он меняется. Просто не бывает такого, что человек с каменным лицом долгое время находится. Он проявляет эмоции. А давайте помечтаем, ну, понятно, сейчас Ваши проекты Vision Labs используют свои технологии в банковской сфере, это действительно B2B отношения, а могут ли какие-то ваши разработки пригодиться обывателю, простому человеку, домохозяйкам, каким-то, ну, мне, например. Есть ли у вас какие-то идеи по поводу совсем уж таких бытовых технологий с компьютерным зрением? Ну, один из примеров, когда вы можете не вводить пин-код на телефоне, а просто взглянув на экран. Пристально посмотреть на свой телефон. Да, пристально посмотреть на свой телефон, и пароль вводить не требуется, то есть он вас узнает. А, наверное, можно же с помощью Ваших технологий какой-то родительский контроль осуществлять? Вот это вот было бы очень удобно, нет? Ну, да, конечно, под видеоняню. Можно сделать вид, то есть на рынке существует гигантское разнообразие устройств под видеонянь, они умеют следить за ребенком, показывать, в каком состоянии находится. Можно в том числе и различать его мимику, там, там, доволен он, там, спит, там, либо капризничает. Ну, это такая щекотливая, ну, не то, что щекотливая тема, все-таки родители они все-таки хотят со своим ребенком общаться напрямую, а не через технологии. Я бы, например, посоветовал бы, например, вашему мужу поставить в коттедж систему въезда, которая определяла бы его автомобиль по его автомобильному номеру и по очертаниям кузова его автомобиля. и открывал обороту. Если, вот как, например, Владимир говорит, что можно распечатать лицо, ну, с лицом, конечно, сложнее, систему не обманешь, а если ты распечатаешь номер, приклеишь его на свой номерной знак, а, конечно, ты его обманешь. Мы умеем, то есть мы распознаем автомобиль не только по автомобильному номеру, но еще и по очертанию, то есть, а это такое же уникальное лицо, как у человека, как оказывается. Поэтому ваш муж может оборудовать, например, просто въезд в дом очень просто и эффективно, то есть не используя никакие брелки, ключи, то есть он увидел знакомую машину с любимым номером, вот открыл ее и, пожалуйста. Слушайте, а вот еще интересно, вот бывает же, блин, не хочу про бизнес говорить, не хочу про жизнь, извините, бывают ситуации, вот люди встретились, там, я не знаю, где-то, вот он ее увидел, у него сердце разошлось, и он ее потерял, и вот он ее там, или вот «Жди меня» передача, люди ищут друг друга там годами. С помощью ваших технологий можно найти человека, которого ты, например, не знаешь, как зовут, а только знаешь, как он выглядит? Или можно ли будет когда-нибудь? Ну, если у тебя есть там его какой-то фотокарточка какая-то, то, конечно, можно, безусловно. Уже сейчас можно там по фотоизображению найти человека там в социальных сетях, безусловно. То есть это не будущее, это уже сейчас. Мы все-таки не затронули, в какой-то большой степени бизнес-составляющую всей этой истории. Расскажите, пожалуйста, каков ваш бизнес-план, как вы строите отношения с клиентами, как вы их находите? Ну, мы имеем очень четкий фокус. То есть мы концентрируемся на розничных банках первой двадцатки, которые занимаются розничным кредитованием. Соответственно, для них у нас есть продукт, который можно назвать, названием продукта. Конечно. Продукт названием Vision Labs Луна. Философия как раз Луны, которая имеет темную и светлую сторону. Темная сторона как раз занимается снижением риска и безопасностью, для того, чтобы не приходили плохие люди, не брали кредиты и не возвращали. И светлая сторона Луны, которая позволяет улучшать качество обслуживания, ускорять кредитный конвейер и, соответственно, зарабатывать больше денег на предоставление новых продуктов. Мы фокусируемся на это направление, мы развиваем этот проект и хотим запустить очень большой, хотим запустить этот рынок здесь в России. То есть он здесь пока не развит и в мире на самом деле тоже не развит. И это вот наша основная бизнес-идея. И ниша. Саш, все-таки вы как человек, который, скажем так, в этом проекте именно занимаетесь какими-то научными вопросами, в большей степени, какой-то вот этой фантастикой, которая реализуется, чего вам не хватает сейчас для ощущения полноты своей деятельности? Ну, на самом деле, сейчас всего хватает. То есть я горжусь тем, что работаю со своей командой. То есть у нас все люди там уникальные. То есть незабываемое ощущение. Сказка стала явью. Сказка стала явью. И былью. Не хватает только, чтобы было 48 часов в сутках. Спасибо огромное. Vision Labs были вдоль. Спасибо.